Продолжение следует... Но их не так много, больше путаницы. Итак, по вере славян, когда-то в мире не существовало ничего, лишь тьма. В иной версии, лишь вышень и всесущая матерь тьма. А в утробе у нее обитало первородное яйцо, в коем спал род, наш великий прародитель. Кто-то считает, что сам вышень сотворил его. Силой любви род расколол яйцо, а из разделенной на две части скорлупы возникли небесный мир и поднебесный. Разделились свет и тьма, разум и невежество. Кто-то считает, что род создал все, что мы видим вокруг, и то, что нас окружает, потому и зовется природой. Другие же источники склоняются, что род сам растворился в той природе. В любом случае, из дыхания рода родился и сварог, что славяне называли отцом небесным. И вот пришла к сварогу печаль, как считали предки. Не было земли матушки, только океан. Родилась тогда уточка из морской пены, и по велению сварога принесла со дна горсть земли. Путаницу создают предположение, что землю мог поднять и черт. А также змей, которому сварог изначально повелел окружить мировой океан своим телом, дабы тот не вытек. Еще одна версия о змее гласит, что когда из поднятой со дна земли сварог слепил сушу, он змею повелел эту самую землю снизу подпереть, чтоб та не утонула. В любой версии, сварог ударил тяжелым молотом по белгорючью камню Алатырь. Из посыпавшейся искр родился огнебог Семаргал, а под завыванием ветров родился истребог. Но к Алатырю все ж подполз змей и тоже ударил по нему молотом. Из его искр родилась всякая нечисть, земная и водная. И разразилась битва между светом с тьмой. И вознеслась в небо правда, а тьма осталась на земле. По одной из версий, после битвы, там, где были вороньи и перья, род воздвиг горы, а соколиные в них обернулись золотом. Река слез и крови проходила через этот край и затекла под Алатырь. С того места вырос дуб, у ствола которого после и ходил небесный отец сварог с женой своей Ладой. Стали они кидать камушки через плечо. Из камушков брошенных сварогов появлялись добрые молодцы, а из брошенных ладой – красные девицы. В другой версии, сварог, победив змея, запряг его в плуг и принялся пахать землю, создавая горы, реки и овраги. А люди были сотворены из палочек, в коих разгорелась любовь. Лето исчисления от сотворения мира у славян насчитывает больше 7 тысяч лет. И предания гласят, что 7 тысяч – это не беря в расчет прежние эпохи. Эпоха нашего времени, считается, идет с момента Великого Потопа. В подобных версиях, поднятая со дна уточкой земля олицетворяла собой пущенного ноем голубя, что принес веточку к ковчегу, а гора, к которому предполагалось, что оно и причалил, может соответствовать камню Аллатырь. Увы, о сотворении мира по вере древних славян существует слишком много версий, схожими чертами, написанных разными людьми. К сожалению, трудно составить четкие представления, в какую версию верили наши предки. Но, надеюсь, сегодняшними стремлениями и возможностями приблизиться к правде уже может будет легче. Продолжение следует...